Ну что ж, Дмитрий, как самочувствие? Привет. Слава Богу. Я уже здоров. Спасибо. Замечательно, замечательно. Ты не первый писатель в нашем подкасте, представляешь? Ну что ж. Первый не по порядку, но хочется верить по значимости. Возможно, сегодня мы узнаем. Первым у нас был в гостях испанский автор астросюжетного детектива Артура Перес Риверта. Знаком тебе такой дед? О, ничего себе. Артура Перес Риверта был у вас серьезнейший. Я скину тебе ссылочку как-нибудь. Молодцы. Вот он сказал интересную вещь. Ну, конечно. Один из любимых писателей детства, кстати, у меня. Но речь сейчас не об этом. Он сказал очень интересную вещь, когда мы беседовали в современной литературе, в принципе, о писательстве современном и о современных медиа. Он сказал очень крутую штуку на тему того, что он обычно советует молодым писателям, которые приходят к нему за какими-то, за аудитом литературным, не знаю, как это правильно назвать. Он сказал, что он их всех разворачивает в сторону от литературы. И говорит, ребята, вы в книги не лезьте. Там все равно все полки заняты моими романами, старыми, новыми. Хорошо себя чувствую, планирую еще много написать. И направляет их творческий взор в сторону Нетфликса, в сторону видеоигр. В общем, в сторону современных новых форматов. И ты, Дмитрий, я вот думал об этом, пока мы готовились к сегодняшней записи. Чуть ли не главный, мне кажется, пример, которым можно проиллюстрировать тезис Артура Переса Риверта. Во-первых, я хотел сказать, что раз это Артур Переса Риверта, то я и по значимости уже не первый у вас. То есть просто я у вас не первый. Ну и ладно. Значит, что касается разворачивания молодых авторов, то я от них просто прячусь. То есть я тоже, как Артура Переса Риверта, никого не консультирую, нигде не преподаю и никакие вопросы, ответов не даю. Может быть, когда я выйду на пенсию, я почувствую, что мозг усох. И чтобы почувствовать собственную значимость и как-то компенсировать этим ощущением, ну, как бы чувство того, что ты больше ничего не можешь написать. Я за счет былых заслуг пойду преподавать какой-нибудь элит-институт, и там буду с умным видом стряхивать, перхать с плеч, кряхтеть и наставлять молодое поколение. Но пока что хочется как-то, пока еще идеи какие-то есть, и хочется срочно все силы потратить на их реализацию. Слушай, так вместе с тем, ты же идеальная иллюстрация к его тезису, потому что, значит, успешная серия литературная, превратившаяся в франшизу, успешный выход в формат видеоигр и сериалы. Сериалы, сериалы. Так же скажу. Так же скажу. Я эту идею излагал, что игровой стори-тейлинг в принципе не обязан быть чем-то второсортным или третисортным. И сейчас мы видим, что это уже давно не так, и что ключевые мировые франшизы берут писать сюжет даже и оскарских лауреатов и так далее. То есть это стало очевидно, что когда эта индустрия или эта область искусства превратились из маргинальных каких-то в мейнстрим, в них, точно так же, как и в телевидении, пришли серьезные люди. И вместе с тем, как аудитория стала взрослеть, ну ты тоже, как и я, мы с собой начинали сидеть за приставками 7-летними, 10-летними и так далее. И когда тебе 7 или 10 лет, конечно, у тебя совершенно другие требования к сюжету. Тебе нужно, чтобы было прикольно, все бегало, двигалось и так далее. Когда ты в подростковом возрасте находишься, то, может быть, ты хочешь воткнуть что-то, поисследовать и так далее. А потом, когда тебе за 30 уже, то в любом случае просто адреналин или удовольствие от исследования мира перестает работать. А начинает работать удовольствие от исследования человеческой души, от конфликтов драматических, которые есть. И поскольку аудитория игр просто взрослела, то есть люди взрослели и продолжали играть. И ведь плоские какие-то адреналиновые сюжеты, они перестали их удовлетворять. И, разумеется, они стали искать что-то, что с ними говорит на их языке и на темы, которые им актуальны. Абсолютно так. А вместе с тем ты не находишь, что сейчас есть, наблюдается явный кризис историй, кризис сюжетов, потому что как раз я связываю это с взрослением аудитории, с тем, что в игры приходит все новое и новая публика, и подчас она приходит не семилетними детьми, как мы в свое время начинает не с фортной, это подчас приходят уже более зрелые люди, и они сразу же хотят не в адреналиновый экшен врываться, а сразу в какую-то трогательную драму попадать. А в трогательных драмах, к сожалению, мы видим за последние три года несколько исчерпывает себя вот этот кладезь истории. И вместе с тем видеоигры как искусство еще не успели подкопить свой собственный фонд классики для того, чтобы на него компетентно ссылаться, и постоянно цитируют какие-то общеизвестные вещи, которые в 2020 году, ну там, например, игра Киберпанк, ну типа, чуваки, да, я тоже смотрел все эти фильмы, я тоже знаю всю эту музыку, а где своя-то история, в чем у вас? На вас потом же через 20 лет никто не сошлется. Ну, ты знаешь как, мне кажется, здесь есть несколько моментов. Вторичность какая-то, она, может быть, объясняется, во-первых, боязнь рисковать и продолжение франшиз. Продолжение франшизы – это гарантированные интересы, гарантированные продажи. Очень большие деньги. Учитывая, что у геймдево сейчас бюджеты на девелопмент сопоставимы уже с кино и часто превышают его, то есть, например, просто по своим каким-то моментам, я могу знать, что бюджет на последнюю игру «Метро», не называя цифр, он в 2,5 раза больше, чем предполагают смелые продюсеры российского фильма, которые готовятся к производству по «Метро-2033». Вот все, что надо знать про это. То есть, на компьютерную игру бюджет в 2 раза больше, чем может позволить себе самый дерзкий отечественный кинопродюсер. И это без маркетинга. И это без маркетинга, это просто производство. Да, да. И, соответственно, когда у тебя такие затраты на производство, ты боишься просто рисковать. А если ты сделаешь слишком странный сюжет, фричный какой-то сюжет, слишком экспериментальный, слишком этически неоднозначный, понимаешь, сеттинг будет слишком какой-то дерзкий. Ну, то есть, все эти вещи, ты их, конечно, тестируешь на аудитории. Ты сначала засылаешь концепт-арты какие-то, ты покажешь трейлеры, смотришь, как люди с каким энтузиазмом реагируют. Если есть хорошая реакция, то, наверное, бюджет увеличивается, может дофинансировать. Но так или иначе, как и в продукции для кинотеатров, так и в продукции для компьютерных игр, люди боятся запускать новые проекты, и франшизы работают. Вторая, третья, четвертая серия, сиквелы, приквелы, спин-оффы, это гарантированный успех. Отсюда, конечно, и кризис идей, понимаешь, потому что есть инди-студии, которые приходят с необычными визуализациями, с интересными сюжетами. Но это не может быть большой, заметный проект, который там, ну, там... Ну, может быть, но изредка, да, да, да. Ну, изредка, изредка, да. Слишком оригинально быть стрёмно. Нет, ну подождите. Вот, совершенно верно. Нет, но есть же самое, по-моему, большое исключение из правил в кино. Это студия Pixar. Потому что, когда мы, на самом деле, сравниваем видеоигры с бюджетами фильмов, наверное, стоит скорее сравнивать с бюджетами компьютерных мультфильмов анимационных. Потому что это самое дорогое, что производит вообще Голливуд. Ну, за исключением каких-нибудь аватаров, ну, совсем что-то. И вот есть, да, Pixar, которые каждый раз, они практически не делают франшиз, ну, там, за исключением истории игрушек, тачки. Тачки, да. Да, но у них есть, да. Но очень часто они приходят и говорят, вот у нас есть, там, не знаю, Валли, где 30 минут будет вообще ни одного слова. И все такие, блин, ну, как мы будем это продавать? И мне кажется, что вот видеоиграм пока, пока что, может быть, в силу возраста, может быть, в силу еще чего-то, пока не хватает вот этих вот экспериментальных вещей. Мне кажется, потому что рынок, ну, просто пока еще не нашли, как это продавать. Потому что Pixar-овские мультфильмы, они продаются практически так же, как, там, мультфильмы DreamWorks, мультфильмы других, там, студий. Они лучше продаются. Да, они лучше, но просто они входят в эту нишу, типа, семейное кино, семьями ходят в кинотеатры, и люди не очень понимают, там, типа, что Pixar-то что-то такое, революционный Индия, это просто красивый мультфильм, сходили с детьми, бла-бла-бла и так далее. Может быть, для видеоигр, вот, условно говоря, Last of Us, да, второй, которая тоже очень хорошо продалась, но это, пожалуй, самый такой радикальный пример, пример большого видеоигрового блокбастера. Просто, может быть, не находится в видеоиграх еще вот этого потока распространения канала, какой-то ниши, когда мы, скажем, вот мы выпускаем, условно говоря, блокбастер за 200 миллионов, расклеиваем, как GTA, например, да, заклеиваем весь мир плакатами, и тогда это будет продаваться. Но пока еще... Есть straight to Netflix, типа? Ну, не знаю, геймпассы, там, что-то, да, да. То есть, вот, нету пока такой ниши. Но мне кажется, что нужно как-то... Время. Время. Ну, это время, конечно. Слушайте, ну, а телевидение, помните, мы, я не знаю, смотрели ли вы, я-то смотрел Санта-Барбару, например, еще, да. И, более того, Рабунию Изауру, то есть... Естественно. И богатые тоже плачут. И Рикардо Леонидарисом Кота называли из-за этого сериала, естественно. Да, а потом Улицы разбитых фонарей. Обязательно. А потом Ментовские войны 8. Виктор Викторович, пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь. Как раз ваша любимая тема началась. Из всего этого трэша постепенно начинает прорастать что-то нормальное, да. телевидение в Штатах, поскольку... Мне кажется, это связано, если говорить вообще о причинах, связано с сегментированием аудитории. То есть люди после 30, в особенности, которые обзавелись постоянным партнером, домом, большим телевизором и детьми, они перестают, разумеется, ходить в кино. Кино остается развлечением для подростковых банд и молодых парочек, которые пришли поцеловаться. Они просто не дотягивают по уровню жизненного опыта, даже если это люди интеллектуально очень развитые, просто по жизненному опыту они не дотягивают до драматических ситуаций, которые разворачиваются в каком-то более серьезном жанре. Они еще не сталкивались с ними. Ни с поколенческими проблемами со стороны родителей, ни с выбором часто долго, между долгом и чувством, ни с какими-то другими историями, с которыми просто человек в силу своего биологического цикла сталкивается после 30 лет. И им эти темы неинтересны, они на них засыпают. Но драйв, влюбленность, приключения, секс, адреналин и визуальные эффекты для них очень важны. Поэтому драмы в кинотеатрах тонут, а выстреливают, конечно, бесконечные вот эти Marvel экранизации, которые вынуждены уже сейчас в избежание самоповтора сами на собой подшучивать, сами себя переосмысливать, переизобретать и так далее. Но по большому счету все равно они привязаны к понятной вселенной по своему происхождению подростковой. И дальше получается так, что все умное кино, вся драма, она должна куда-то идти. И она ограничена чаще всего, за исключением «Игры престолов», например, бюджетами. Но при этом у нее есть своя лояльная аудитория. Она уходит в телевизор. Она ушла, вот, начиная с телеканала HBO, который запустил «Клан Сопрано», она ушла в телевизор. А с появлением платной подписки, когда эта схема стала еще прекрасно монетизироваться, просто все люди 30+, ушли смотреть дома на своих больших экранах драматический контент сериальный. И это привело к резкому улучшению качества телевизионной драмы. То есть все серьезные сценаристы, которые не хотели писать развлекательное кино для подростков, они просто перешли в телевизор, где у них к тому же гораздо больше креативного финансового контроля, где они главные люди. И так вот произошла сегментация. Но в любом случае процент зрительской аудитории, которая готова потреблять умный контент, во-первых, не падает. Во-вторых, аудитории становятся более... Они самообучаемы. То есть когда ты насмотрен в достаточной степени, ты какой-то базовый такой контент, просто чисто развлекательный, перестает тебе доставлять. Ты хочешь чего-то большего. Неоднозначные статистические интриги. Новых эмоций каких-то. Новых эмоций, актуальности. Взгляды и вещи, которые тебя волнуют. Да, совершенно верно. Которые тебя волнуют. Совершенно верно. Ты, ну, просто, скажем так, три раза посмотрев, там, не знаю, час-пик, четвертый раз уже как бы, или форсаж. Ой, ладно, ладно, ладно. На час-пик не надо сейчас. Сейчас ты попал не в бровь, а в глаз просто. Может, еще деньги решают все вспомнить. Может, терминатор еще. Нет, не трогаем Брэта Ратнера, пожалуйста. Друзья, давайте здороваться. Виктор Викторович, вы наконец-то с нами? Да. Вы слышите все? Да. Ништяк. Добрый вечер, друзья. Это подкаст от родительной мужики на Disgustinman.com. 185-й выпуск. Виктор Зуев. Я доехал, ура. Андрей Загудаев. Я тут был, ура. Меня зовут Петр Сальников. Сегодня у нас в гостях великий русский писатель Дмитрий Глуховский. Этот выпуск, между прочим, записывается при поддержке Кинопоиска, на котором 28 января состоялась премьера нового сериала ТОПи. Как раз по сценарию, угадайте, кого? Как вы считаете? Виктор Зуев, да? Я не подсказываю. Виктор Зуев, а... Ваша версия, ваша версия. Да, только сериал, сериал в моем случае называется ТОПи. ТОПи, да? ТОПи, да. Я долго пытался понять. Но мы заложили некоторую двойственность, конечно, в это название. А-а-а. Значит, вы угадали. Текст-фильмовый текст. По книге «Текст». Видите, сколько людей не пошутил. Каждый, кто не пошутил, как бы, мне кажется, попадает в ад. Поэтому население Российской Федерации все отправляется в рай. Отлично, что мы с текста начали, потому что у нас был вопрос от телезрителя. За что вы разрушили жизнь Гаррика и Кристиночки? Вопрос, вопрос. Поехали. Смотри, как он пришел. А, с видеоигры. Ребята, я здесь ни при чем. Вообще. Это все само случилось. Я вообще еще и жизнь не рушил. Нет, мне кажется, что никто в этой ситуации на самом деле не остался в накладе. Кристина, мне кажется, ее давила репутация и амплуа комической актрисы. Ей нужно было выйти из этой достаточно узкой и очень молодежной ниши каким-то скандалом. И она знала, на что идет, я думаю. Но я, с другой стороны, ну что, людям потрахаться нельзя, что ли? Это же не настоящий шаг. Действительно. Кадры, что ли? Ну что, теперь мы... Я просто не понимаю, честно говоря, все это вот, этого скандала. Да. А вот этого, я не понимаю, глубоконравственного и такого, знаете... Слушай, а ты не знаешь русского человека, а? Он же в своем глазу приятно не видит. Нет, русский человек сидит... Он сидит в порнхабе, русский человек. И все эти задроченные подростки, которые упрекали Гаррика в том, что он куколт. Откуда они знают слово куколт? Это не русское слово, как бы. Так я узнал от подростков вообще слово куколт. Я не знал слово куколт. Да. Ну так вот. И вот эти самые люди будут гнобить актрису за то, что она исполняет просто драматическую роль, талантливой, самодачей. Роль секс-жены, да. Ну, в чем здесь секс-жена? Ну, это как бы, если бы все было по-настоящему... Ну, я бы должен изучить жанр после того, как все это случилось. Поэтому роль это... Ну, так себе, честно говоря. Странно. На любителя. Ну, в общем, так или иначе, я хочу сказать, что очень странно в эпоху порнхаба и вообще всех остальных сайтов... Да, господи, в ВКонтакте, где лежит просто мегатонна этого всякого порно, говорит, господи, люди потрахались в кадре. Акстись, акстись. Мне кажется, вообще здесь шире вопрос. Все же наверняка видели свежайший блокбастер минутной продолжительности, где два гомосексуала решили пососаться в чебуречный СССР. И что с ним происходит после этого? Нет, не видели? Нет. Хорошо. Двое мужчин. Один очень похож на Виктора, второй на Андрея. Ну, то есть... Это мы и были. Виктор и Андрей зашли. Назовем их так, что это не мы, но ладно. Человек похож на генерального прокурора, да? Я снимал, да. Зашли в чебуречную СССР, выпили пиво, раскрепостились. Ну и, значит, решили поцеловать друг друга. Все это снимает некий третий человек. Который оказался там случайно, конечно. Из-за кадра, значит, на них очень сильно ругаются, что вы... Ну, во-первых, я согласен, здесь нашли место. Ну, серьезно, чебуречное... Чебуречное, второе дыхание. Чебуречное... Второе дыхание, серьезно, зашел-то. Второе дыхание, из-за этого и закрыли. Куда? Вот. Но, в целом, конечно, это обсуждалось и в нашем кругу, в кругу друзей, и коллег, и семей, и так далее. Но мы же понимаем, что именно общество, в целом, его нынешний уровень разврата в общество, не хочется звучать чересчур ретроградно, да? Я сам тут еще, значит, праведник. Развратник. Именно, да, именно общий уровень угара и веселухи, он позволил людям на секунду заподозрить, что им можно пососаться в чебуречный СССР, и здесь им... Уит, именно здесь безопасное место для этого. То есть, ну, дело же не только в Порнхабе, а в целом, да? Да вообще... Вот эти вот джинсы в театр, декольство в храм божий. А вот, нет, а у меня вот вопрос с этим. У нас как бы, наоборот, разврат, да, как ты говоришь, или, наоборот, мы вместе с миром совсем идем к некому неопуританству? Мне кажется, просто порно стало так много. Потому что какое-то противоречие здесь наблюдаю. С одной стороны, я согласен, действительно, по нажатию одной кнопки и регистрации ВКонтакте, там же Порнхаб, чай через ВКонтакт, да? Ты получаешь доступ к огромному количеству бесплатного контента на любой вкус, да? Но при этом, значит, Гаррика и Кристину фактически затравили, да, за всего лишь... Да над ним просто стали издеваться. Да, 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 да. И вот как эта двойственность вообще уживается? И нет ли все-таки какого-то наступления неопуританизма, с другой стороны? Мне кажется, просто порно... Или это просто хранжинство, я не знаю. Дело в том, что, понимаете, у нас неопуританские ценности, семья, значит, духовные скрепы, они транслируются людьми, про которых мы с вами все понимаем, что они аморальные, практически сверху донизу. И из-за этого, ну, то есть, когда... Ну, то есть, не хочется переходить на личности, но один человек, который 20 лет не менял свои позиции, взял и на камеру как-то нелепейше развелся, не говорит нам уже последние сколько-то лет про то, с кем он там, что, куда, и мы узнаем об этом из каких-то расследований независимой прессы и так далее. Но не эти люди должны, а при этом, как бы, там, храм, свечки, рассказы Петра и Феврония... Серьезно, это прикрытие, понимаете? Это прикрытие, это не хранжинство. Хранжинство все-таки, знаешь, от людей пожилых. Исходит вот у них другое воспитание, они какие-то вещи просто не понимают. Да, вот я бы не сказал те самые... А здесь, понимаешь, ты, так сказать, проактивно высказываешь свою осуждающую позицию, для того, чтобы прикрыть свои грязные тылы. Да, да, да. Абсолютно. А что это, если не хранжинство? Больше того, это, ну, то есть, на самом деле это политическое манипулирование, так или иначе. То есть, подвергают законодательному или моральному регламентированию естественные проявления человеческой жизни. Да, мне кажется, любые совершеннолетние люди могут заниматься друг другом сексом в любых комбинациях. Пожалуйста. Если не пострадало несовершеннолетнего в этой истории, то это вообще личное дело сторон, как бы. Все. Но попытки объявить то или иное проявление человеческой сексуальности, если только это не является травмой несовершеннолетнего, да, вне закона. То есть, это попытка просто взять вас под контроль. Ну, тот, кто гей, он гей, он все родился геем. Как бы, он не может перестать быть геем. Ты можешь запретить быть геем, он может перестать физически встречаться с другими людьми. Но кто начал быть геем, например, в 37, может прекратить, мне кажется. В 37-м. Если с ним поговорить обстоятельно об этом. В 37-м многие прекратили. Я отдаюсь отчета. В 37-м многие прекратили быть геями. Есть гомосексуализм, который имеет отношение к генетическому сбою. Да, мы это понимаем. Точно так же, как и необходимо сменить пол. Это генетический сбой. Есть гомосексуализм, который возникает от богатства и нехер делать. И эти вещи тоже стоит разделять. Почему вообще об этом говорим? Я тоже куда-то уехал. Мы как-то увлеклись. Я, честно говоря, не думаю, что просто человек от пресыщенности начнет, пойдет мальчиков долбить. Я думаю, что у него, если были наклонности когда-то, да, ну там вообще Фрейд считал, что участие населения, сексуальность плавает. Ну, мальчиков долбить вообще как бы не нужно, да, если мы говорим про мальчика. Ну, скажите об этом. Спать с мужиками. Как-то люди во власти, да. С мужиками, с мужиками. Нормально, нормально. Скажите людям во власти, чтобы перестали ездить в Товорское училище на праздники. Перестаньте, люди во власти. Внимание, где моя камера? Ну-ка, немедленно прекратите. Уезжай оттуда, если ты сейчас там. Прекратить хуйню. Немедленно. Так, отставить хуйню. Такие дела. Ну, короче, все остальное это просто политманипуляция. И понятно совершенно, что люди, которые нас к этому призывают, сами в это не верят и волей того практикуют. Да, но не чиновники ходили с плакатами Куколт, возвращаясь к истории Гарика и Кристиночки. Именно население. Государство-то пропустило фильмные экраны так-то со всеми сценами. А вот почему-то именно школьники, причем именно молодые, которым как бы вообще плевать на все эти скрипты, именно почему-то они писали в комментариях какой, значит, и слово-то выутили. Я думаю, это травли, во-первых, к которой школьники под подростки склонны. А, в этом было. Во-вторых, это самооправдание и стыд. То есть ты делаешь что-то, ты думаешь, что у тебя сейчас прорастет ладошки, волосами покроются, из-за того, что ты наяриваешь, смотря это видео с Кристиночкой, вырезанное и повешенное специально на порнхэде. Но поскольку тебе стыд на себе в этом признаться, и ты боишься сейчас войдет мама в комнату, а у тебя все волны волосатые. Да-да-да, это точно так же, как и травля, связанная с дрочкой в школьной, реально, в средней школе. Абсолютно то же самое. Я это не делаю, а вот ты, значит, как там на Кэ? Ну да. Не-не, смотри, тут еще один есть момент. Мне кажется, что порно сейчас стало так много, что оно уже не воспринимается как типа секс. А ты когда смотришь, типа, я пошел в кино, а там в драматическом фильме актриса из театра Ермоловы. Дядя, тетя. Великого театра Ермоловой. Она позволяет себе на камеру. Вот это вот. Никуда не годится. Боже мой. Я с сыном пришел. А та же самая история с Матершиной. Вот сколько мне поступает по поводу, в частности, сериала Топи, который, да, вот как Петя сказал, мы запустили. Сколько поступает фидбэка такого, что... Ну, причем почему-то преимущественно пишут люди, которые, видимо, с русским языком не вполне в ладах. Они пишут, зачем столько матов? Как будто бы слово мат есть множественное число. То есть люди, которые... Да, да, да. Мы не на физре вообще. Зачем столько матов? Они говорят, неплохой сюжет. Ну, там много этих комментариев по поводу диалогов. Я думаю, что из вас наверняка есть один или два человек, которые считают, что диалоги деревянные. Но пусть это будет на вашей совести. Но люди, которые как бы с трудом вообще складывают А и Б, пишут мне, что, значит, матов многовато. А то, что это отражение фактически, ну, реального языка, на котором мы и молодежь и 30-летие друг с другом разговаривают, я просто хочу сделать так, чтобы люди говорили так, как, ну, мое окружение, например, говорит друг с другом. Чтобы это была жизнь какая-то. Ты не находишь, что, в принципе, мы можем какую-то закономерность выявить касательно того, что русский человек вообще не любит, когда его показывают натурально? Вот мы здесь втроем очень любим фильм «Горько». А тебе как? Очень люблю фильм «Горько». Вот, 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 вот. Все. А продажи в ваших книг упадут. А сколько дерьма было вылито на фильм «Горько» русскими людьми, которые, значит, начали заявлять, что это все сильнейшие перегибы, все это поклеб на русского человека, что этого нет. Ну, или есть другая точка зрения, такая, тоже такая, в монокле точка зрения, что это просто быдло-комедия для быдла. Типа показали Россию в дурацком свете. Но все говорят о том, что... А есть такая точка зрения именно такая элитарная. Жалко, что во времена фильмов, особенно с национальной охотой, вот этой трилогии замечательно, не было интернета. А прикинь, фильм «Необратимость», ты помнишь? Прикинь, что был бы с Моникой Белычей сейчас. Я не стал смотреть фильм «Необратимость». А он, кстати, сейчас выходит из сцены. Жалко было, потому что Монику Белыче, я и сопереживал. Петр, ты можешь наверстать, сейчас выходит фильм «Необратимость», только оригинал был в обратную последовательность, ну, идет сюжет как бы обратный. А сейчас они пересобрали. А сейчас они пересобрали, и теперь линейно. Я знаю все про фильм «Необратимость», я просто осознанно его не смотрел. Я, например, не хочу смотреть фильм «Груз-200», у меня есть маза испортить себе настроение. Я, кстати, посмотрел на «Карантине» в первый раз. Мне вот люди читали, смотрели, говорят, ну, это какой-то «Груз-200». Я думаю, что там такого? Я до сих пор не смотрел «Груз-200», да я посмотрю. Но, вообще, оно такое сильное кино, хочу сказать. Но самое потрясающее, это в нем его абсолютный минимализм. То есть, насколько малыми средствами можно заставить, вообще, так, во-первых, все внутри перевернуть. Это кино, которое ты вот развидеть его невозможно. И потом там есть метафора тоже, разумеется, которую потом, ну, я там о ней подумал, и потом я еще интервью Балабанова почитал, и выяснилось, что, в принципе, догадки были верные. Вот. Так что, ну, там есть верхний слой прочтения и какой-то другой слой прочтения, и мне этот как раз такой подход очень близок и понятен, потому что рассказывать сюжет просто ради истории психологического соприкосновения или столкновения персонажей скучновато. Тем более, в нашей стране, где масса вещей нельзя сейчас или нельзя будет потом, или было нельзя открытым текстом говорить. Но у нас вроде бы как цензура прошла в 91-м году, потом ее там какое-то время не было, и потом она где-то примерно с нулевого года стала возвращаться. И сейчас, в принципе, ну, скажем так, до кино она практически докатилась уже, потому что киноделам нужно брать деньги для съемок в фонде кино или в Минкульте. Сейчас какой-то пошел приток свежего воздуха благодаря тому, что появились платформы, и они плюс-минус независимы, по крайней мере, им нужно объяснять своим кондиционерам, акционерам, что нужно давать какой-то более молодежный, бодрый и хлесткий контент. Поэтому они такие вот там матом можно ругаться у нас вот на... И там намекать на какие-то вещи. А в том, что в топе есть второй слой? Третий слой? Ты сколько сетей? Нет, нет, я посмотрел третий, да, но там же постепенно погружают, но это всего лишь три серии. Давайте я задам вопрос. Какая у тебя была первая ассоциация на первой серии? Вот мы с Петей говорили, не подсказывай. Вот я первое, что... Я не читал ни одно ваше интервью пока до этого, не смотрел, не читал рецензии. Я вот отключил первую серию специально. Давай, я готов ответить. Готов ответить на этот вопрос, да. Солнцестояние. Я его не видел. Это хорошо. Ну это не медленно, надо исправлять, кстати говоря. Так, а у тебя? Нет, ну сейчас оно зарелизится все, а когда меня уже все там в меня кинут все тухлые помидоры... А сколько серий уже известно? Семь. Семь. Семь серий. Окей, ну то есть меньше половины, поэтому про второй, третий, четвертый слой пока рано говорить. Ну ладно, там это видно, видно. Слушай, у меня первое, что было, и первое, о чем я задумался, это сталкер. Причем сталкер... Зов Припяти. В разрез... Да, кстати. Нет, нет, чистое небо. Так. Просто там вот это есть тема, когда... Мне кажется, она лежит в нашей ментальности русской. Такая она полурелигиозная. Когда человек, у которого что-то не получается в жизни, он пытается найти какое-то место человека, обстоятельства, в котором можно было бы получить на какие-то земные твои проблемы, какие-то чудесные ответы. Ничего не делать, ну, кроме того, что вот как-то туда развернуться, приехать в какое-то место, да, и как-то вот, типа, задать вопрос какому-то мифическому существу, богу, там, не знаю, инопланетянину, какой-то комнате, как-то там... И он тебе все расскажет. Он тебе все расскажет. Вот. И мне кажется, что в этом плане... У меня была первая ассоциация. Я сразу понял, ну, конечно, убирая все эти развлекательные части, да, слои, я сразу подумал, ну, это же вот, по сути, вот, то, что мы видели. Именно причем у Тарковского, не у Стругацких, а Тарковский, он же перевернул немножко эту историю, без вот инопланетян убрал, он такую метафизику добавил, вот эти комнаты, это непонятное пространство, куда люди уезжают, и поэтому они там, значит, перерождаются и вылечиваются и так далее. Сейчас выяснится, ни Сталкера не смотрел, ни Петербург на обочине не читал. Нет, я не видел, да. Нет, нет, это я смотрел читалку. Нет, потом там уже начался настоящий детектив, тьма, вот это все глоба. Нет, а еще вот на протяжении всех трех серий, у меня особенно на протяжении первой, первая была ассоциация, даже не с фильмом, а знаешь, чем? Москвичи едут в Питер. Классика, классика. На болото. На болото, да. Но, нет, все-таки Москвичи едут в Питер, это немножко другой сюжет. Гораздо более драматический сюжет в истории нашей страны, это питерцы едут в Москву. Та-да. И остаются. И остаются. Но нет, 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 вот там, да-да-да-да. Вот это, вот это сюжетец, понимаете? А москвичи в Питере, ну что там. Вот это сюжетец. Вот это сюжетец. Ну, бухнули, ну, погребли, как бы, насладились Эрмитажем и домой. Питц поели, да. Грибов поели. Я, кстати, думаю, что чаек, чаек, которым почует хозяйка, вообще непростой. Сыграет не последнюю роль в этой истории. Слушай, ну, если в конце выяснится, что-то вокруг чая. Так, как я думаю, то я, конечно, я не знаю. Так, как рассказывается в третьей серии. Так, как рассказывается в третьей серии, да. А можно мы отмотаем разговор чуть-чуть назад на мат? Ты что хочешь спросить? Хочу спросить следующее. Начну издалека. Ну, Дмитрий, вы как близкий человек к игровой индустрии, наверняка слышали, может быть, видели релиз Cyberpunk 2077. Вот, второй раз сегодня за выпуск. У меня младший брат прошел его целиком, я еще не играл. Вот, я играл в него в... Трейлеры видел. Сюжет читал, да. В оригинальном звучании только с русскими субтитрами. То есть я видел, как звучат оригинальные диалоги, монологи, и как, соответственно, это переводят. И там доходило до смешного. Герои буквально здороваются, то есть он говорит одному... Один другому говорит там «хай». Вот, и я вижу, как русский перевод звучит. Здорово нахуй! Вот, буквально, да, типа «привет заебал». Вот. И я такой, типа, подождите. Потом я вспоминаю, что предыдущий проект CD Projekt'а «Ведьмак 3» точно так же пестрел вообще нецензурной лексикой и прославился, в частности, этим огромное количество цитат. «Ламберт, ламберт, вредный хуй». Да, это все оттуда. И сериал «Топи». Я смотрю его, и там действительно прям довольно такое огромное количество нецензурной лексики. Иногда мне кажется, что прямо вот такое... Ну, не огромное. Ну, нет, ну, она прям... Слушай, ну, нет, вот «Киберпанк» и сериал «Топи» с точки зрения объема мата и умения его применять... Я согласен, абсолютно. Я про то, что прямо вот как будто бы с точки зрения прям маркетолога, знаешь, вот на русском рынке такие «Надо, ребят, надо дать». Русская версия. Надо дать. И вот с этим вопрос. То есть, что это, как это характеризует в принципе, да, вот современную культуру, да, и как это характеризует вообще нас, в принципе, всех. То есть, вот прямо, что вот, вот, если хочешь хорошо продать... Ведь мата добавили столько, потому что многие этого хотели. Вот. Не просто так. Вот, да. Я думаю, что мата столько добавили, потому что его запрещают. И поскольку его запрещают, как бы... Ну, в связи с законом последними, да. Ханжеские духовные, как бы, авторитеты, то есть ты просто чувствуешь противоречие, чтобы подтвердить и доказать Инди, как бы, характер, рок-н-ролльный характер проекта, ты назло им солишь, как бы, пересаливаешь, и вообще, как бы, мата, это как соль, да? Да, но мы застали это в 90-е, в 90-е сектор газа. Но мы застали 90-е сектор газа, и мы слушали просто, прям, это, прям заслушивались, такие, нифига себе, мата, боёд! Да, именно, именно, именно. Это красная плесень, красная плесень, да, да, да. Именно, потому... Это была контркультура абсолютная, чёрт-чёрт. Потому что это был, ответ, это был глоток свободы. Тебе запрещают что-то делать, понимаешь, что-то. Ведь мат, на самом деле, это не пропиписьки, это условность. Это, как бы, просто некоторый сегмент самовыражения, да, вербального, который вдруг подвергается запрете, говорит, вот так делать нельзя. Вот это делать нельзя, вот это делать нельзя, вот это делать нельзя. И вот в этот момент ты ещё начинаешь ощущать свою несвободу, как частное лицо. То есть то, что ты, ну, там, вот, разрешили есть за границу, все ломанули за границу. Потому что, господи, ну, пока не наездились, очень много ездили, да. Запретили ругаться матом, значит, хочется ругаться матом, потому что это тебя ущемили в чём-то. И если люди, которые тебе это запрещают, тебе антипатичны, ты хочешь назло им ругаться матом. И вот здесь приоткрыли немножко какую-то, какую-то лазейку. Вот на платформах можно в контенте, предназначенном для электронной дистрибуции, материться. Давайте материться. Тем более, что мы-то знаем, как же слово не это, если жопа есть, да. Если мы в жизни это говорим, если это является частью повседневного лексикона, если это очень полезный инструмент для экспрессии, для выражения своих чувств, без которого мы бы, ну, не могли бы так, так сказать, точно описать... Не могли бы многого, да. Не могли бы так точно описать русскую жизнь, русскую смерть. Почему мы не можем этого сделать в искусстве? Давайте это делать в искусстве. Тем более, по телевизору нельзя, можно в платформах и компьютерных играх. Вот давайте там, где можно, уже оттянемся. Ну вот, вот такая история. Но это все как бы, это нельзя все воспринимать отдельно от социокультурного контекста. То есть, если бы сейчас не запрещали ругаться матом, то не было бы сверхзадачи обязательно это вставлять. Вот и все. Нет, ну в вашем случае это и не выглядит как сверхзадача. То, что Ачу Витов сказал, это противоестественное порой, чаще противоестественное. Я просто хотел, чтобы они... На мой взгляд, все пучком с объемом материи. Чтобы живо говорили, да? Ну да, да. Ну то есть, как бы, это не блядь, блядь, хуй пизда. Они там говорят, эй, ты пизденыш, ну-ка иди сюда. Или там, жопь слов не давали. Ну такие как бы, ну, то, что в жизни люди говорят, как бы, я слышу. Да, там есть сцена, где герой оставляет критически важные для него таблетки в туалете поезда. И, естественно, это я, ох, к сожалению, оставил свои таблетки очень важные для моего самочувствия в поезде. Нет, в таких ситуациях русский человек говорит, проебал, блядь, что делать? Проебал, вот. Совершенно верно, как бы. Ну, должно быть просто... Да, да, да. Ну что ж. Именно потому что, но я просто хотел бы эту тему закрывать. С удовольствием, конечно. Про русский мат поговорить. Но и вообще про... Очень большая часть продукции, предназначена в особенности для телевидения, она не описывает реальность, какой она является, да? Она типа же выполняет воспитательный шум. Она рисует свою реальность, типа. Она предписывает реальности. На зидание имеет. Диктует реальности. Да, на зидание. То есть, будет вот так у нас. Вот такой был Советский Союз. Нам рассказывают, какой был, блядь, Советский Союз. А он был немножко не такой. Ну, а вот такой, типа, Сталинский СССР. Все такие подтянутые, аккуратненькие. Вот ходят, там любят родину и героически сражаются, да? А вот такой был, типа, Пионерий вот так выглядел. Ну, понимаешь, Пионерий выглядел так, Сталинский СССР выглядел не так. И сегодняшний день выглядит не так. Но и даже в контенте комедийном, как бы критическом, например, в «Домашнем аресте», который офигенный сериал, и в «Мертвых лучших», который скверный сериал, в конце приходит ФСБ и РЖД всем сестрам по серьгам, наказывает коррупционеров, спасает попавшего в беду главного героя и восстанавливает справедливость. Похоже на реальность? Да. Вот, понимаете, такая беда. Но теперь, значит, поэтому я считаю, что, в принципе, есть дефицит у нас точного описания действительности. В литературе в большей степени это есть, а в массовых каких-то медиа и жанрах нету. В телевидении нету, в кино мало. Есть артхаусное кино какое-то фестивальное, которое никто не видит. И я, в частности, свою задачу вижу, поскольку у меня есть какая-то определенная аудитория и реноме автора для широких народных масс. Я пытаюсь найти какой-то мостик между тем и этим и со своей аудиторией просто разговаривать живо, понятно, на актуальные темы. Все. Хотя бы не врать. То есть, ну, стараться не врать. Вот вообще, что я пытаюсь сделать с книжками и с сериалами. Вот так вот. Врать не будем сегодня, значит, все, прекратим. Ну, попытаться, да? Совсем уж не врать трудно, но без необходимости. Так, а какой гонорар был за Metro Exodus? Там не гонорар, там ройалти. Ройалти. И поэтому я не скажу. Нормально все. Нормально все? Все. Слушай, а ты сам играл? Плачу налоги с него всем. Плотно, плотно играл, проходил. Вопросов не возникало, пока играл. Как я написал плохо здесь? Нет, нет. Даже не только написал, а к игре в целом. Это что, я написал? На самом деле, я там не все далеко написал. А вот, кстати, да, вот какая роль была, вот какая роль в проекте Metro Exodus? Ну, вот, если вообще надо понимать, то история такая. Они говорят, мы хотим, чтобы у нас было путешествие на поезде куда-нибудь. Я говорю, окей, хорошо. Я придумаю вам сюжет, чтобы было путешествие на поезде. Потому что мне эта тема тоже очень близка. Я тоже, как мы видим из топий, полдетства проездил в поезде. Все детство, вернее, проездил в поезде вплоть до 16-го. То есть, несколько там, у меня было каждый сезон поездка туда, обратно и так далее. А, ты дачный бабкин воспитанник, да? Это не дача, нет. У меня мама из Костромской области, маленького города. То есть, это деревенский практически. Ну, условно, я так бы назвал. Да, да, да. Вот, вот. То есть, для меня вот эта вся деревня, которая появляется в сериале ТОПе, это не шарж москвича на провинцию, а это, скажем так, какие-то заблюренные немножко детские воспоминания мои, которые мешаются со снами, да? И поскольку... То есть, я реально там провел очень много времени. Я проводил там... Я просто провел все школьные каникулы. Весенние, осенние, зимние, летние. Понимаю, прекрасно, да. Делал то же самое, да. Ну, естественно. И это деревенский вообще такой дом, огород. Сортир на сарае, просто очко. Значит, умывальник... Умывальник с водой. У меня есть фар такой на даче. Вот, русская печь с дровами, которые дом топили зимой. То есть, реально прям настоящая деревня. Ну, там электричество, да, газ, да, но в остальном вообще true. И для меня это просто очень большой пласт моей личности и моего какого-то багажа, да. Я об этом раньше говорил не очень много и хотел прям книги писать на эту тему. Ну, книгу, по крайней мере. Потом я понял, что уже Тарковский снял фильм «Зеркало». Я понял, это на карантине. Так что книга отменяется, потому что Тарковский сам примерно из тех же самых мест. И в фильме «Зеркало» очень много из моих каких-то задумок и замыслов было реализовано. И, в общем, повторять не имеет смысла. И так получилось, что для меня вот этот весь сетинг русской деревни, он, с одной стороны, означает мир детства, да, поэтому он такой немного условный. Потому что это нечеткие воспоминания. С другой стороны, поскольку он мне периодически снится, и снится он мне с теми людьми, которые меня окружали, когда я был маленьким, взрослым, которых уже многих нету. Там бабушки, дедушки все умерли, разумеется, те у тебя дяди и так далее. Они продолжают как бы во сне являться. Для меня это такой-такой внятный мир понятного и ощутимого русского магического реализма, где мертвые не совсем мертвые, а живые не совсем живые, где все, что угодно может произойти, где ты выходишь из дома, думаешь, что сейчас увидишь привычное окружение, попадаешь неизвестно куда. То есть вот атмосфера топий, она мной не сконструирована, да, это не условность какая-то, это прочувствия и продуманность. Это репродукция скорее, да, такая? Да, это какая-то репродукция, вот ощущение от воспоминаний детских и снов, вот. Поэтому и параллели там с Тарковским, например, я думаю, что они случайны, потому что я сценарий писал, во-первых, первый детский сценарий. Да, это сценарий 11-го года или 10-го? Это сценарий 11-го года. Потом я его два года назад, когда узнал, что все-таки это будет сниматься, я его прочитал заново, переписал, оставил там какие-то самые такие броские фразы в диалогах, большинство персонажей сохранил, но многое добавил, дал воздуха просто, сделал более живой историей. Так они у меня там просто цитатами разговаривали друг с другом, были совершенно деревянные персонажи. Сейчас я им попытался немножко дать подышать. Но тем не менее, это все было до того, как я зеркало посмотрел. И потом, конечно, я сидел такой, выпучив глаза. Ну, как я тут на днях пересмотрел с ребенком «Напсекаю из долины ветров». Хороший фильм. Хороший фильм. Сижу, господи, блядь, это же «Метро 2033», господи. Я сначала посмотрел, потом написал. Сделай, господи, так, чтобы я сначала написал, потом посмотрел, потому что там масса вещей сюжетных. Ну, я думаю, бы уже предъявили бы, но это же известное произведение «Метзеки». У тебя был вопрос про роль в разработке. Кстати, как? Давайте вернемся. Путешествие на поездок. Как вы ловко. Как вы ловко. Мы готовились к этому интервью про то, что... Все, идем по пунктам. Снялся деревня и так далее. Мы знаем, мы знаем. Вот, хорошо. Кто решил, что главный герой в игре будет молчать? Они ему «Артем, Артем, а он...» Слушай, это их старая какая-то история, что они боялись, чтобы он заговорил. Это не фишка, нет. Изначально, поскольку франшиза начинала 15 лет назад, первая игра вышла в 2010 году, а делали ее 5 лет до этого. В это время маловато было говорящих главных героев в играх. И они подумали, что если у героя будет свой голос, тем более с русским акцентом, то игроки не смогут себя отождествить героем. Потом уже возникла инерция определенная. Ну, в то он не говорил, так сказать, он в этой может не будет не говорить. В этой он не говорил, но в следующей же не будет говорить. Я знаю, что вот в игре, которая находится сейчас в разработке, герой будет говорить. О, мне кажется, что сейчас слив произошел. Отлично. Надеюсь, Сергей Бурунов об это озвучит. Кстати, да. Хорошо. А такие, пересюрприз, да. Короче. Вы тоже работаете, да, вот на следующей игре? Ну, я помогаю сюжетом, да. Потом, значит, что произошло с Экзодусом. Потом я им придумал, что, собственно, происходит, почему они едут, куда они едут. Потом они вернулись ко мне и сказали, вот этот персонаж нам не нравится. То есть был интерактив. Потом, в принципе, я им простроил, предложил какие-то локации с каким-то наполнением, но без второстепенных героев там. И самое главное, что я сделал, это я простроил арки взаимоотношений между главными героями. Я придумал всех спартанцев, вот это я создал характер. Разумеется, там Артем, Мельник, Аня, это все книжные герои, как бы, с которыми я прорабатывал и историю, бэкграунд, и взаимоотношения и так далее. Это все я сделал. Что между ними происходит, как развиваются отношения, там на 90% сделал я. Все наполнение героями второстепенными на локациях сделали они практически. И дальше они мне присылали свои уже прописанные диалоги, я их правил. То есть их диалоги прошли мой полиш. Ну, потому что, как бы, люди, которые пишут скрипты, они не очень хорошо пишут диалоги обычно. Я не мог просто позволить, чтобы как-то коряво там или на суржике разговаривали персонажи, выезжающие из Москвы. Вот. Поэтому я это все, так сказать, поправил. Ну, то есть это полноценный интерактив, да? Где, ну, разумеется, там все, что касается миссий, заданий, я вообще это не трогал даже, потому что это меня не очень интересует. Я видел все эти уровни, они мне показывали. Я там немножко начал играть. Играть-то играл? Я чуть-чуть играл. Ну, если как раз я играл на презентациях, на всяких, я играл, когда у них был в офисе. Но просто сесть и пройти до конца, я от начала до конца не прошел. Но я знал, что там будет, как бы. А почему? Это же метро. Так он все знает. Не-не-не, минуточку. Минуточку. Я просто степень идиотии вопроса, чтобы... Я понимаю, что ты вряд ли читаешь все книги, которые выходят под брендом «Вселенная метро 2033». Я получил первые 30, ты редактировал. Да-да-да. Потом я... Потом, да. Мы знакомы с Сарамилем Кариповым, он рассказывал кратко какие-то вещи по поводу того, с чем авторы приходят, и как ты это превращаешь потом в доступное чтиво. Я понимаю, что это не нужно делать, и ты запускал это явно не для того, чтобы все книги самостоятельно вычитывать или просто ради удовольствия их читать. Но тут-то... То есть сама игра, в действительности, так-то вышло три части. И как бы мы к ней не относились, это о чем-то говорит и в разработке новая, эксклюзивная премьера, представляешь? Вот. То есть, значит, с ней все в порядке. Она зарабатывает, пока не вышел новый «Сталкер», извините, вот. А, кстати, будет неплохое противостояние. Не знаю. Ну, во-первых, я думаю, что... Тут я как-то давал на Игромире, который сейчас называется Comic-Con, интервью игромани, и сказал, что «Сталкеры» нам не конкуренция, и возникли, конечно, 20 тысяч воинов-сталкеры в сияющих доспехах. И извергся на меня, как бы, кипящие... Они такие... Ну, они в комментах возникли. Так-то возникла их, наверное, «Легион», а на меня извергся потоки горящей серы с небес. За то, что я посмел сказать, что «Сталкеры» нам не конкуренция. Но я имел в виду, что «Сталкеры», скорее всего, они так и не доделают, потому что я просто знаю... Изнутри индустрии... У нее, соответственно, есть, как бы, деньги, и она пылесосит всех одаренных программистов, дизайнеров, художников. Как-то странно сейчас прозвучало «Единственная компания, которая делает игры». Ну, нет, Дмитрий, она не единственная... В Украине. Ну, они вообще как-то в Востоке. Они в Мальсе сидят, по-моему, где-то, по-моему. Нет-нет, хорошо, есть Wargaming, хорошо. У нас там есть что-то. Я имею в виду... Нет, ну, просто «Сталкеры» же делают украинскую компанию. Да, но на самом деле есть поляки, которые сейчас делают огромное количество игр, в частности... Нет-нет, нет-нет, я говорю про «Сталкеры». Ну, «Чернобылайт», который все называют «Чернобылайт». Нет-нет-нет, дело про Украину. Дело про Украину. Что ты сейчас... Я до Австралии дойдешь. Да-да-да, хорошо. Мы говорим про «Сталкеры». Компания, которая зарабатывает «Сталкеры», украинская. Я говорю, что у них есть огромные проблемы, потому что все талантливые кадры немедленно уходят. Просто я знаю, что они так работают. Они с выпускниками вузов работают. Они их всех забирают к себе, четыре-а. Всех, кто мало-мальски что-то умеет. И у них нет проблем, в отличие от украинских компаний, нет проблем с финансированием. Поэтому, и зная, с какими большими проблемами из индустрии, поскольку я общаюсь с людьми, сталкивались разработчики, я понимаю, что у них просто организационных шансов. Это может быть невероятно крутой проект «Сталкер-2». Да? Это не связано с... Проект, да. Проект, да. Ну, этих слов, вот этих слов достаточно. Из 20 тысяч... Больше того. Воин хуячит «Сталкер». Воин уже выдвигается. Нарежут такое. Хуячит «Сталкер». Больше того. Мое вообще обожание по отношению к 4-а началось с того, что я... То есть еще 4-а никакого не было. Была команда креативной «Сталкер», в первую очередь Андрей Прохоров, который, как и все остальные практические игры, придумал, выносил и, значит, довел до реализации. Там и казаки, и там, и все на свете. И в «Веном коднейм аутбрейк». И в «Файерстартер» туда пошел. И «Завоевание Америки» еще давай. Да. Ну, в общем, я, конечно, стал их поклонником. Ну, именно увидел, что в эпоху первого «Хоф-Лайфа», они вдруг показали фотореалистичную графику. Да, у меня там пиксели-пиксели на экране. И вдруг они показывают, как будто бы все по-настоящему. Я такой «Воу». И плюс, конечно же, это... Ну, «Сталкер»-то имеется в виду не «Стругацких Сталкеров». Ой, в смысле, не «Стругацких Сталкеров». Да, не «Стругацких Сталкеров». Не «Стругацких Сталкеров» имеется в виду, а «Стругацких Сталкеров». То есть ощущение от походов «Стругацких Сталкеров» по зоне. А не, ну... Не то, что... Не «Психоделия». Не «Психоделия Тарковского». Да. И я, разумеется, как фанат «Стругацких», весь такой был очень вдохновленный, вдохновленный. И потом, когда мне только Андрей Прохоров первый раз написал за 3 года до того, как мы с ними договорились в итоге и начали работать, или за 4, я был в полном восторге. Вообще ночей не спало, и для меня это было прямо реализация всех моих самых дерзких мечтаний. Мне кажется, я когда в первый раз продавал права на экранизацию Metro 233 MGM, я так не волновался, как когда мне написал, мне было тогда годы, что ли, 22, наверное, 23, когда мне написал Андрей Прохоров, которым тоже было 30 с небольшим, он тоже еще был очень юный. А ты, получается, только-только дописал первую книгу, 22-23? Она еще не была дописана даже. Она еще не была книга, это был онлайн-проект, который еще был в два раза меньше по объему, чем финальная книга. Красные булки на черном фоне. Вот это вся история. А это какой год-то получается? Первая публикация была... Нет, ну нет, не седьмой, седьмой, я начал. Какой год-то время договоренности, первая договоренность, первое письмо Прохорового? Они написали году 2002-2003, то есть я выложил, то есть я все нашел. Да, то есть когда еще Сталкер-то, так сказать, еще звучал, получается. А, нет, еще не было Сталкера. А, то есть интересно, то есть они думали, какой заняться Вселенной? Да, но они еще ничего не разрабатывали. То есть они... То есть получается, что вместо Сталкера мог появиться изначально метро? Нет, они уже сидели по уши в Сталкере, и они хотели довести до конца проект, и потом, то есть, ну не знаю, что там все остальные, да, но Андрей Прохоров хотел до конца довести этот проект, и потом, уже уволившись из... Он же не доработал там до релиза, насколько я помню, Сталкер. Да, ну я не знаю, не помню, что там у них произошло, если там был, я знаю, что там был какой-то конфликт, по-моему, я не помню, честно говоря, деталей. Вот, ну вот они хотели, значит, он хотел сделать какой-то собственный проект независимый. Но разработки никакие они не вели, то есть мы с ним списались, все нормально, все нормально. Потом, как бы, он просто пропал там на несколько лет буквально. Ну да, в 2003 году уже, да, уже Сталкер, а вот в 2002, мне кажется... Нет, в 2002 я... В 2002 уже все было в первых скриншотах Сталкера, вот это, с декуратами, с какими-то робособаками. Ты че, камон! Я помню, ездил брать интервью, по-моему, в 2003, первый. В 2002 году я только вот опубликовал эту первую версию онлайн. Это была самая первая публикация. Вот, я начал, наверное, опубликовать, да, потому что там, я не знаю, там, куда этот сайт делается или нет, но я помню, что там копирайс стоит октябрь 2002. То есть это было такое... То есть с самого начала заинтересовались, собственно, этой вселенной. Интересно. Она подходит просто для шутеров. Конечно. Можно было, не знаю, может, они хотели следующим шагом что-то делать про Москву. Я читал в твоих интервью, я уже не помню точно в каком ты применил эту формулировку, кажется, в интервью Мендузи, про твои идиотские открытия, которые ты делаешь в течение всей творческой жизни, карьеры. То есть, ну, ты какие-то... Это твоя фраза, что ты... Да-да-да, конечно, нет, 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 да. Как это... Формулирует, значит, Дмитрий формулирует внезапно какие-то вещи, которые впоследствии кажутся ему самоочевидными. Типа, как это я раньше не догадался? Нет, выясняется, что эти вещи, конечно же, умными людьми давно до меня сформулировали. Вот что выясняется. А, я понял. Я такой, типа, ну, скажем так, вот, я сам очевидный пример, это... Я всегда отталкивался от идеи какой-то, да? Не-не-не-не-не-не-не. Можно я сразу тебе расскажу? А, хорошо, давай. Самый очевидный пример — это вселенная метро. Ну, в хорошем смысле, потому что как раз я, видимо, неправильно понял изначально твой посыл, но я хотел сказать о том, что никто умный до тебя не сформулировал сеттинг, да, метро, постапокалипсис, но любой 16-летний организм, катаясь на метро, увлекаясь соответствующим жанром комиксов, книг, игры и все остальное, игравший в Fallout, я не знаю, читавший что-то в своей жизни, он представляет так или иначе, как он в этом метро от чего-то скрывается. И Дмитрий Глуховский описал в сеттинг, по большому счету, об этом мечтали многие, возможно, его ровесники, но не делали этого в силу ряда объективных причин. И, да, я сейчас просто еще перечитываю Дюну, и известно же, что Дюна, она для жанра научной фантастики, она представляет собой примерно такую же ценность, сопоставимую ценность, как «Властелин колец» для фэнтези. То есть мы имеем дело не просто с некой историей в неком окружении, но и с описанием, детальным описанием некого мира фантастического. И вселенная метро, на мой взгляд, она свою популярность приобрела, потому что ты описал определенные правила, определенные каноны, которые впоследствии опять-таки стали использоваться людьми, которые решили, что они умеют писать книги, и размножили на франшизу изначальную идею, людьми, которые решили, что они умеют делать игры, и делают уже четвертую. Подчеркиваем мы, выведем заголовок. Я думаю, что они сказали уже, они не говорили, разве нет? Нет. Нет, нет, нет. Ну, теперь скажут. А ты не подписывал никакие, да? Ничего. Ну, я подписывал какие-то NDA, но они, мне кажется, говорили об этом где-то. То есть у меня было такое впечатление, что там типа... Не, ну это такой секрет Полишинели. Ну да, что они делают еще одну игру. Мы не знаем ни названия, ничего, но в целом мы догадываемся. Пиксар делает новый мультфильм. О, ни хрена себе. Что им сейчас остается делать, в принципе, да. Так вот, ты сам как оцениваешь свою роль в мировой, скажем так, ну не то, что в мировом искусстве, да? Вот Фрэнк Герберт описал иную планету. Джон Толкин описал иной фэнтези-мир. Ты описал то, чем грезили многие мальчишки. Окей, скажем так, просто для краткости. Укрываемся от ядерной зимы в тоннелях родного московского метро. Вот моя станция, где будет лежать мой матрас. Как ты оцениваешь, так сказать, свою заслуги в этом случае? Ну да. Ты знаешь, мне кажется, нельзя сказать, что я случайно угадал, просто я тоже, вот ты говоришь, что все фантазируют. Вот и я фантазировал, да? Я думаю, что вообще увлечение моего поколения постапокалиптикой связано с тем, что мы родились как бы в Советском Союзе, который такой цельный мир. И пережили его распад, развал. И, ну, как бы символически... Конковооружение, вот это все. Ну, типа, к этому все идет к отцу света. И потом все разваливается, да? И это символический конец. Потому что закончилось государство. Закончились там деньги отменили, там банки лопнули. Остались без работы родители. Или распался территориальный Советский Союз и так далее. То есть ты ощущаешь, что все разваливается. А потом ты существуешь... Ну, а поскольку кончились деньги и государство очень сократилось, перестало вмешиваться в жизнь людей, люди остались предоставлены сами себе как бы. И вот они выживают как могут фактически на руинах. То есть, ну, на условных руинах в Москве в особенности, да? Но, тем не менее, вот я очень любил там ВДНХ. Я про это тоже неоднократно рассказывал. ВДНХ, который при советской власти все было выкрашено, значит, отполировано, позолочено, просто оказалось, ну, там, таким каким-то собранием разваливающихся храмоподобных титанических сооружений. Это все не могло меня не впечатлять. То, что не было там уличной безопасности. Я там возвращаюсь из школы. Мне нужно было идти через торговые ларьки. Там вечно терлись какие-то мутные типы. И фонары не работают уличные, конечно. Фонары не работали, да. Я бежал, потому что к бегущему никто не доебется просто. Ну, у меня там было километры... То есть ты прям сразу начинал, ты стартовал и... Да. Не от кого-то, а прям бегом. На дурага такой, давай. Ой, это бегущий полезу наш любимый. Когда я маленький был, потому что я с 9 лет на метро сам ездил. Потом я стал там газовый баллончик возить или там еще какие-то вещи такие. Но в начале, когда я был совсем мелкий, да, и мне там было 10 лет, я уже точно ездил на метро, час в одну, час в другую сторону. Ну, как бы газовый баллончик был неочевидным решением. То есть вот все вот это выживание и постапокалиптика, оно просто пропущено через себя, прочувствовано. И одновременно это становится миром, где ты можешь себя воплотить. Где есть место для героики, да. Потому что, ну, там, скажем... Ну, то, что это прошлая жизнь. Все твои предыдущие чаяни, они не имеют значения. Теперь у тебя есть автомат. Раз. Раз, но все ниши освободились. Вот сейчас, условно говоря, все ниши заняты, да. Везде кто-то пристроен, все уже там встроены. Каждый какую-то ренту свою собирает. Нынешним 15-летним остаются только видеоигры. Потому что они не могут. Никакие социальные лифты не работают. Им никак нельзя себя воплотить. Ну, то есть, единственное, герои, как им доступны, это, не знаю, какие-то там... Не будем говорить, чтобы... Ну, окажем, майор Гром. Не-не, подождите. Стартапы, вот эти вот 16-летние капитаны, которые... Капитализма, которые сейчас... Ну, да, нет, сколько... Тиктокеры, скорее, вот тиктокеры. Тиктокеры, киберспортсмены. Киберспортсмены. А блогеры? Ну, вот, это и... Да, мы говорим о явлении последних трех лет. Да, потому что до этого был Ютьюб, но Ютьюб не был такой ультрапопулярный, как бы это не была такая массовая история. Сейчас вот мы там говорим, не знаю, там, поперечный дуть и киберспортсмен, уже пять лет последние, да? А до этого там 15 лет было ни то, ни сё. Неважно. Короче, 90-е годы для меня лично это вот так как бы такая вот бытовая постапоколитие. Я, кстати, абсолютно здесь согласен, потому что я, даже поступив в университет, я не предполагал вообще, чем я буду, что я буду делать в этой жизни. Это абсолютно согласен. Я думал о какой-то работе, знаешь, типа, потом у меня будет работа, я буду... Нет, у нас была одна задача, это выживать. Не было технологий, не было среды, которая позволила бы нам делать, например, то, что мы делаем сейчас. Тогда этого всего не было. Не было, да. А если оно было, то это были какие-то страшные эфирные телеканальные технологии, когда тебе надо дополнительное образование идти получать, чтобы всё это просто включить. В продолжение моего вопроса, Дмитрий. Значит, сеттинг русского постапокалипсиса метро, да. А сеттинг русской деревни, кроме вас с Жорой Крыжовниковым, именно в смысле... Мы не берём сейчас классиков русской литературы, там, да, всё-таки другая эпоха. А я говорю о том, что русская, со знаком плюс, русская культура становится, в принципе, востребована и интересна всему остальному миру, наконец-то. У нас есть... Недавно у нас в чате была ссылка Lego Ideas, Баба-Яга, избушка на курьих ножках от Lego. Сколько голосов? 10 тысяч голосов тогда было, а в итоге... А у них всё, у них потолок из 10 тысяч набираешь. А всё делают. Lego рассматривай. Нет, Lego рассматривай. Ну, суки, рассмотрите меня как следует. В Данию потопим. Да, 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 да. Вот, то есть русская культура, она распространена... У нас есть там проект сказки Старой Руси, у нас там тот же самый Ведьмак, несмотря на то, что это, понятно, немножко другой регион, но он и Славик Щип, короче. Да ладно, то же самое Метро. То же самое Метро. То же самое Метро. А книги на сколько языков переведены, в скольких странах издаются? Метро на 40 языков переведены. Вот, пожалуйста. Там включая тайский, мне говорят, там, корейском, китайском, японском, тайский и фарси и на арабском. Фарси — это в Иране. Причём там, учитывая, что, разумеется, книжки все заряжены политическим подтекстом, мне там очень было интересно, как бы, как Метро 2035, который насквозь себя политизировано, читается в Иране. Книжка про то, что весь народ загнали в бункер, он сидит и говорит, что снаружи мира никакого нет. Это ровно их ситуация, я думаю, неужели они это и публикуют? Не, ну мне кажется, что это значит... Может, у них был вольный перевод какой-то? Это тот момент, когда, ну это же у них перевели? Ну, в смысле, у них в бункер завезли? У нас-то, ну как бы, чё? У нас всё не так. У нас не так. Это не про нас, это русский писатель. Не писал он. Ну, сейчас Китай, например, пересдают метро 2033-34-35. Вот, и они говорят, мы сейчас полгода, у нас будет цензурный комитет вычитать вашу книгу, потому что у вас там про коммунистов плохо, про фашистов непонятно и так далее. Ну, а в Саудовской Аравии не сдали, потому что там люди свиней едят. А вот как вы отнесетесь к тому, что китайская цензура, она ещё тем славится, что она иногда дописывает, а иногда и переписывает некоторые вещи? Вот, ну вот к этому факту. Вам скажут, хорошо, мы сдадим, но вот это вымороем. Главный герой будут звать Ли. Главный герой будут звать Ли. Книжка не будет называться метро 2030, она будет называться... Она будет называться пекинское метро. 2021. Да-да-да-да-да. И, соответственно, мы там будем... Значит, главный злодей будет тайванец и, значит, коллаборационист из Гонконга, и главный герой Ли будет с ними сражаться на крыше в вагонах. Я думаю, что я об этом просто не узнаю, скорее всего. А, то есть даже... Вот, да. Ну, а если вот, типа, поставят в известность? Вот, типа, Дмитрий Глуховский говорит, а нет, скажут, ну, типа, да или нет, но зато миллионная аудитория. А, типа, переводим так или не издаем вовсе? Или не издаем вовсе. Вы знаете, я вам так скажу, во-первых, она уже выходила в Китае, я не знаю, каким они там подвергали. Больше того, они сказали, что тираж 2000 экземпляров, потом я приезжаю на пекинскую книжную армию... Местная школа? Во всех... Что, экзактально? Во всех магазинах вот такие стопы лежат в 2033-2034 на салон с бестсмеллером. А, то есть вот так вот, китайская такая наебочка. Вообще. Потом я встречаюсь случайно за три дня с тремя людьми, которые читали эту книгу. Они говорят, о, да я читал. Как это? Мне китайцы в ВКонтакте пишут, находят меня и пишут. Но я говорю, ребят, подождите, ну вы же сказали 2000. Они говорят, ой, мы ошиблись, 20 тысяч. Но я думаю, что там 200 тысяч или там, ну что угодно. Два миллиона, да. Два миллиона, и как это никак не проверить. И что они там сделают с цензурой? Вообще я против цензуры, ребята, конечно же. Но я думаю, что меня никто спрашивать не будет, если честно. И дальше, если выбирать, как бы, но я не... Если бы это была работа, посвященная противостоянию Китая и Гонконга, то я бы был принципиально против того, чтобы ее подвергали цензуре. Но поскольку это вообще история про Москву, про Россию и не про них, ну вот если они там чуть-чуть что-то там это, не знаю, доправят, ну надо разбираться как бы. Как трансформеры и трансморферы. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что разговор с совестью, он продолжается у каждого из нас постоянно. В особенности в нынешнее время. И ты каждый день, вот я каждый день себе вопросы какие-то задаю, и каждый день какие-то ответы даю на эти вопросы. Иногда это ответ немножко более сцикливый, иногда немножко менее сцикливый. Но это не некая позиция, которую ты принял, и все, пиздец, теперь ты хороший человек. Никто не хороший человек, и никто не плохой человек. Люди постоянно разговаривают сами с собой, решения принимаются каждый день. Вот, поэтому тут все во взрослой жизни, все более немножко неоднозначно. Сеттинг русской деревни описываем. Как ты считаешь, будет продаваться так же хорошо, как метро 2030 все? Нет, конечно, не будет, и я не ожидаю... А почему, почему, почему сеттинг хилбилли, добрых хилбилли, или страшных хилбилли, настоящий детектив, или просто омерзительных хилбилли, у холмов есть глаза, популярен во всем мире, а русскому сеттингу что еще, не пришло время, или что? Я могу тебе ответить. Ну, мне кажется, это слишком, чтобы стать прям по-настоящему массово, эта история в топе, она слишком, с моей точки зрения, такая фричная и авторская. Ну, то есть она играет в жанр, конечно, и вы это видите, что она играет в жанр, вы можете это интерпретировать, но дальше там уходит все, скатывается в фрикатуру, как бы, поэтому я не жду от топе такого оглушительного какого-то уж прям успеха. Я не говорю конкретно про топе, топе могут быть хорошим началом. Да, про сеттинг. Ну, может быть, но мы все взросшенные на американской культуре, и мы понимаем, что такое американская городская культура, потому что мы все видели эти фильмы, мы все видели эти мультфильмы. Да, но если ты вдруг начнешь писать про американскую деревню, получится немножечко вы привираете сир, да? Да, конечно, абсолютно, поэтому я не хочу писать про американскую деревню. Я могу попробовать написать про американский мегаполис, то, что я довольно много там каникул провел во взрослом уже состоянии, там от 30 до 40 лет там в Лос-Анджелесе или еще где-то. И я общаюсь с людьми, то есть у меня там остались какие-то контакты в киноиндустрии. То есть я примерно понимаю ментальность американских киношников, да? У меня там были всякие с ними опыты общения разные, и дружеские, и недружеские, и разные. То есть я могу это себе представить. А ментальности американской хиллбиллис я вообще не понимаю. То есть что там происходит в Техасе, что там происходит в Клахоме. Поэтому качаем русское село. Ты с одной стороны говоришь, что мы выросли на американском кино, а с другой стороны ты говоришь, что ты 16 лет гонял в деревню и... Ну да, но это друг... В сегодняшнем мире мы все состоим из очень многих граней. И да, я отношусь к московской городской культуре. Школа у меня была при этом на Арбате, французская спецшкола, да? А жил я при этом в Сторогино в 50-метровой двухкомнатной квартире. В котором тогда еще не было метро, я замечу. Вот, да. 277-й автобус до метро Щукинская. И, значит, оттуда вот так вот в давке и так далее. А на каникулы меня ссылали, значит, и спасибо большое за это родителям, в дом, значит, с сортиром на сарае, да? А потом я уехал учиться в Израиль. И там учился там 4,5 года. Потом я уехал работать во Франции. И там 3 года работал на Франции. Ну что ж теперь, как бы, и эти все части, и национальные, и культурные, они являются каким-то образом моим наполнением, да? И, ну, конечно, я рос на американском кино, и на мультиках американских, и на Денди, как бы, приставки, и на всем остальном, что было потом. Почему надо из этого что-то выбирать, если именно многообразие вот этих своих моих опытов и делает меня тем, кем я, в общем, являюсь? Что касается сеттинга русской деревни, то просто надо писать о том, что ты чувствуешь, потому что ты это знаешь, потому что ты там был, да? А если тебе, то есть, ну, повторюсь, топи, это мой авторский проект. Это не то, что ко мне пришли проекты, говорят, напиши нам какую-нибудь хуету про русскую деревню. Давай, работай. Это нет, у меня было желание что-то, вот такое, какие-то ощущения из, там, детства, снов, какие-то полукошмарные, там, передать. Я их вот такую вот историю, как бы, про столкновение там, города, деревни, там, новой России и извечной России вот таким образом там записал, да, придумал. Если ты материал не чувствуешь, не знаешь его, то ты не понимаешь, о чем здесь говорить, собственно, о чем конфликт, понимаешь, между чем и чем выбор. Кто с кем, кто против кого, вот это для тебя абстракция. Поэтому пусть американцы пишут про Хилд Биллис, а я буду писать про то, что я, как бы, сам каким-то образом хотя бы к этому прикоснулся, да? Но есть такая надежда... Про это я говорю, что есть МАЗа, есть МАЗа, и потом сделать МАЗа классного... Нет, ну смотри, это все туда же, в эту копилку. Но есть же такая тайная надежда, что, например, сериал купит Netflix, например. Есть надежда, но мне кажется, мне кажется. А вот насколько он внутренний, да, вот насколько он для внутреннего рынка? Вот. Вот. Насколько? Намного. Намного? Я бы... Намного. И Кинопоиск сказал, окей, мы даже без амбиций, без амбиций международных продаж, мы возьмем и сделаем сериал исключительно для российского рынка. Кинопоиск? Первый раз, что ли? Не-не-не-не-не-не. Причем? Не-не-не, а кто? Ну, Кинопоиск он себя должен продавать. Ну, хорошо. У него большая аудитория, при чем здесь? Нет, ну... Кинопоиск – это другая модель монетизации, они строятся... Хорошо. Те, кто... Компания, которая хорошо стоит за сериалом, ну, условно назовем их, я не знаю, инвесторами, да? Вот. Я понимаю, что у нас снимают огромное количество сериалов для... Это Яндекс. Яндекс вырабатывает деньги и на такси. Витя, ты слышишь? Витя, это Яндекс! Да, да, да. Слышишь? Яндекс – это хорошо, да. Он такой, не, подожди. Да-да-да. Какой Яндекс? Нет, но тем не менее, тем не менее, сериал, видно, что дорогой. Ну, это не сериал... Это «Доярка», «Доярка» с... Не-не-не, но есть сериалы «Доярка» с «Кацапетовки». Нет, он дорогой. Подожди, подождите. Который мы смотрим по ТВ. Витя ни во что не попал просто. Так вы мне не дали закончить вопрос. Я закончил уже. Да-да-да. Да, так вот. Так вот, просто... Нет, Дмитрий, но вы же не видели эти сериалы, которыми кормит Россия там два постоянно. Вернемся к ментовским воинам. И там же действие происходит в одной комнате, может происходить, мне кажется, три сезона. Вот, 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 вот. И понятно, что эти телесериалы, там никакой, мне кажется, окупаемости, даже, наверное, речи не идет. Это такая просто... Нам надо заполнить чем-то эфир. Вот, а когда снимаются, ну, у вас же выездные съемки там, вот это все, вот эти вот, вот эти пролеты коптера над этими прекрасными болотами. Вот это супер вообще. Это же просто... Ну, 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 нет, ну там... Выстраиваем они кадры. Визуально прям... Визуально прям очень, прям очень. Я уверен, что снять этот пролет вот этого квадрокоптера над болотом, я думаю, ну, это и выставление кадра и прочего, и застать правильный свет. Я думаю, это целый день, как минимум, чтобы снять вот эти вот... Три минуты. Просто, чтобы проект состоялся, в два раза срезал свой гонорар. Я сказал, ребят, хорошо, я вот все эти годы, я думал, что это будет вот столько, давайте вы уже снимете, потому что я хочу, чтобы этот проект запустился. Дайте мне вот столько. И потом, поскольку я получил это столько, я еще год бесплатно работал, переписывая за нос, не знаю, что мне никто не просил. Нет, ну, то есть просто... Просто потому, что мне очень хотелось... Это так Passion Project называется, да? Ты просто... Вот он... Ты в нем долго живешь, о нем все время думаешь, ты к нему возвращаешься, не теряешь надежды. Когда тебе есть какой-то шанс его реализовать, ты говоришь, окей. То есть я не хочу на всем на свете заработать, я хочу здесь просто, чтобы это состоялось уже. И потом ты читаешь, понимаешь, что, господи, сейчас бы я все сделал по-другому. Потом говоришь себе, ну, может быть, все и сделаешь по-другому. Время есть как бы. Просто, чтобы не было потом стыдно тебе перед людьми. И вот берешь и все переделаешь. Так что вот так. И вся... Да, и вся такая работа целого коллектива, да, для внутреннего рынка. Я просто провожу аналогию с играми. Например, я уверен, что вот тот бюджет, который, ну, примерно я себе представляю, вот, допустим, в играх, я уверен бы, что инвесторы-заработчики сказали бы, нет, ребят, мы его не отобьем на российском рынке, надо делать игру обязательно для международного, чтобы она продавалась. Ну, для этого там есть платформа типа Стима, где есть не только российская аудитория у Кинопоиска, я так понимаю, пока она все еще только российская. Но есть возможность продавать сериалы на другие платформы. И вот мне интересно, мне интересно, что эта мысль, она вообще... Crazy Russian Village, я вообще не вижу преград каких-то, чтобы это взорвало. Что эта мысль витала, что типа давайте потом все-таки с такой картинкой бомбанем его на другие платформы, но при этом, при этом, вот кое-что надо немножко изменить. Уж слишком, слишком какой-то внутренний контекст. Слишком ментусат. Нет, пока полицейские прямо вообще... Это полицейские, шикарные совершенно. Нашли этого актера, я думаю, господи, просто талант. Я очень надеюсь, что сейчас у целого ряда артистов, которые в особенности были артистами второго плана, запустится настоящая большая карьера, потому что, ну, если они тут заслуживают, я надеюсь, что мы там пару найдем персонажей, откроем их. Слушайте, а эта девушка, вот это же, это, кстати, распространенная деревенская история. Очень красивая девушка, у которой дома что-то очень сильно не так. Девушка с больной матерью. В четвертой серии эта девушка так вам выступит, что вы, ребят, больше долго не сможете спать. Вот. Это я вам как бы анонс и обещание. Четвертой серии топи. Но сиськи мы ее уже видели. Так что я не знаю даже, что еще осталось, блядь. Не-не-не, кстати, это редкий сериал, редкий сериал, не-не-не, все сиськи увидел сразу, блядь. Не-не-не, редкий сериал, где девушек... Теперь о важном. Не-не-не, редкий сериал, где актрис, которые не показали сиськи, меньше, чем актрис, которые их показали. Я такой, ну, вообще, кстати, оплатил хорошо подписку. Посмотрю еще дальше. Я даже уже жду, уже пятую, седьмую, что там будет вообще. Вот. Члены показывать начнут. Это же часть жизни, понимаете? Нагота. Сама по себе нагота, она не самоценна, как бы, но... Ну, мне было... Нет, там все хорошо. Там все хорошо. Хорошая нагота. Слушайте, а вот у меня... Смотри, говно, а вот с нагота его. Отвечаю, Виктор, на ваш вопрос. Я опасаюсь, что сериал в итоге не будет понятен до конца западному зрителю. Поэтому мне, конечно, может, хотелось этого, но я подумал, что надо не без оглядки производить на западного зрителя эту историю, а делать вот для себя по чесноку, чтобы дома люди не говорили, что это фальшь и пиздешь. Та же самая история была с текстом. Если бы ты специально что-то в расчете на какую-то аудиторию пытался там собрать, была бы фальшь в этом. А в 90% российского кинопроизводства главная проблема это фальшь. Потому что это люди говорят и делают и ведут себя, а главная тема задана несоответствующая тому, что в жизни сейчас у людей происходит и что их волнует. Искусство, ёпта, должно отражать жизнь. Вот, поэтому если бы мы начали что-то там объяснять западному зрителю, разжевывать, наш зритель сказал бы, ну это фальшь какая-то, ну что вы там делаете, балалайка, блядь, морожка, вот эта вот банька, ну банька у нас, кстати, там есть нормальная. Вот. Да, очень хорошая банька. Во время подготовки этой записи у нас возникла следующая ситуация технического характера. Мы выяснили при помощи нашего достопочтенного режиссера, что у тебя нет ноутбука, который одновременно может и записывать видео, и вести зум-конференцию. Это все связано с тем, что вместо вот этого ты взял вот это с топи, или как? У меня есть красивый свет, вот, и только одна розетка. И я в розетку свет, чтобы быть сексуальным и, значит, ну, маломаложавым, вот. Потому что в жизни, конечно, я весь седой, дряхлый, и вообще смотреть на меня лучше не нужно. Вот, а это волшебный свет, который сделал меня очень привлекательным. Вот сейчас ты свет прикрыл, я реально охуил. Блять, может, не надо было делать интервью? Отлично. Не-не-не, это хорошая, хорошая превьюшка для топи, как раз вот это все. Да. Спасибо, Дмитрий. Успехов. Я надеюсь, мы еще повстречаемся, так или иначе. Ждем, ждем новую игру про французи метро. Что я могу сказать? Никому не рассказывайте, вырежьте, ну, нахуй. Мы про сериал собрались поговорить. Все, ладно, пока. Спасибо. Рокенрова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok